В нашем эфире программа «Такие дела». В России насчитывается 20 музеев под открытым небом. Это несравненно больше, чем в любой стране Европы. В первую десятку входит музей деревянного зодчества «Малые Карелы». Основанный в 1964 году, в 1996 он был включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В следующем году наша безусловная поморская ценность, второй после Соловков бренд Архангельской области, отмечает свое 50-летие. Гость нашей программы – директор музея «Малые Карелы» Сергей Рубцов. Здравствуйте, Сергей Германович. Спасибо, что к нам пришли. Не секрет, что последние пять лет у музея меняется руководство. Вот вы руководите музеем уже три года, правильно? Немножко несколько слов о себе. Как вы попали в эту сферу? В годы учебы в Архангельском пединституте, тогда он еще так назывался, на историческом факультете, мне довелось попасть на Соловки в составе студенческого отряда экскурсоводов Биармы. Ну и потом, когда я закончил институт, отслужил в армии, приехал туда, стал работать в музее. На Соловках? На Соловках. Соловкам было удано почти 25 лет жизни. Большая часть этого времени была посвящена музею. И весной 2010 года Министерство культуры предложило мне должность директора музея. Сразу согласились? Думал. Ситуация была сложная, прости. Думал. Но, тем не менее, вот вы уже три года руководите. И когда вы приступали к руководству, какие ставили перед собой задачи? Или перед вами ставили задачи? Прежде всего. Действительно, ситуация была сложная? Очень сложная. Поэтому самая главная задача была, наверное, привести музей в состояние какой-то стабильности. В конечном итоге мы пришли в это состояние стабильности. Сейчас коллектив монолитен, работает ритмично. Ну, вопросов никаких не возникает. То есть вы можете сказать с уверенностью, что все, какие задачи вы ставили, вы все выполнили? Нет. Сейчас мы занимаемся разработкой, скажем так, концепции развития музея. Думаю, что в течение лета мы добьем этот документ. И в связи с предстоящими 50-летиями, безусловно, будем выносить его на суд учредителям Министерства культуры, на суд общественности. Будем предъявлять, скажем так, основные параметры стратегии развития музея. Музей имеет федеральный статус. Внимание, конечно же, к нему повышенное. И забот по сохранению наследия, по сохранению фондов, я думаю, что немало. И не так давно обсуждался и в СМИ, и в широкой общественности вопрос о слиянии Малых Карел с другим музеем под открытым небом, парком, национальным парком Кинозерье. Вот эта идея была предложена Минприроды, Минкультуры России. Как вы считаете, почему вообще была вызвана вот эта затея и насколько она имела смысл? Давайте поправочку унесем, что Кинозерский национальный парк – это все-таки не музей, это парк, нет. И законодательная база совершенно различная. У национальных парков, у музеев – это два совершенно различных учреждения. К нашему музею никто не обращался по этому вопросу, никаких официальных запросов, обсуждений и так далее, ничего этого не было. То есть обсуждать, в принципе, сейчас нечего. Никаких официальных бумаг не было, нас никто не спрашивал. Ну, а если эта вообще идея возникнет, то считаете, что она абсурдна? Она абсурдна. Это совершенно различные учреждения, перед ними стоят различные задачи, у них различные функции. И если посмотреть всю законодательную, нормативно-правовую базу, включая положение об особо ценных объектах культурного наследия, это невозможно. Хотя у нас может быть все. Да, действительно. В 2011 году в Малых Карелах от огня очень серьезно пострадал один из экспонатов, деревянная изба Попова. От этого деревянный заповедник еще ведь подвергался пожарам. И вот это очень серьезная проблема, наверное, музея, где есть деревянные постройки, они подвержены огню. Это, в общем, наверное, и естественно, и в то же время очень печально. И вы как боретесь вот с этим? Как вы справляетесь? Кроме огня ведь, наверное, есть еще и плесень, и ветхость, да? Есть, есть. Проблемы есть, они есть везде. Но вот 1 сентября 2011 года, это, конечно, было потрясение, да? И накануне буквально вернулся из отпуска, второго мне выходить на работу. И вот утром после того, как я отвел ребенка в школу, звонят, горит. Расследование, которое проводилось, показало, что причиной пожара был дефект оборудования, установленного в электрощите. Вот. И, в общем-то, здесь, если говорить о пожарной опасности, надо давать себе отчет, что в свое время, когда создавался музей, это 70-80-е годы, генплан музея не рассматривал музеификацию построек. То есть представлялись они себе как макеты. Идет человек по улице, смотрит фасады и уходит. Затем началась музеификация, то есть устройство выставок экспозиции. Чтобы это сделать, необходимо было электрифицировать памятники. И вот электрификация памятников, она повышает пожарную опасность в разы буквально. Соответственно, это повлекло за собой установку охранно-пожарной сигнализации. Соответственно, это повлекло за собой от пожарной части на территории. У нас сейчас ПЧ-64 располагается на территории музея. Вот, кстати, они сработали тогда очень хорошо. Мы выразили свою благодарность. Мы не дали дому погибнуть, то есть он подлежит восстановлению. Сейчас у нас создан в структуре музея сектор электрохозяйства, который постоянно, то есть в режиме ежедневном буквально обходит все памятники электрифицированные, проверяет оборудование буквально и инструментально, и на ощупь, чтобы не было более повторов таких. Но задача расширения открытых интерьеров, она все равно стоит, и мы продолжаем расширять. Второй вопрос – это биопоражение. Это так называемая плесень, грибы, это тоже везде присутствует. Но мы сейчас занимаемся по рекомендации Академика Покровской обработкой памятников МИПОРом, другими средствами борьбы с биопоражениями. Отслеживаем динамику. И я думаю, что они дают положительный результат все-таки эти вещи. То есть мы не сидим, сложа руки, мы занимаемся. И должен сказать, что состояние большинства памятников наших, оно, в общем-то, удовлетворительное. Хотя, конечно, хотелось бы лучшего. Хорошо. Ответ принят. И я думаю, что неоднократно, конечно, каждый из нас бывал в этом музее, в Малых Карелах. И большая опасность – это еще и недобросовестный посетитель. Сколько раз мы наблюдали, кто-то где-то покурит, кто-то еще где-то бутылку выбросит, или же другие неприятности такие, не очень приятные на глаз. Немало ли охраны в музее? Немало ли смотрителей? Может, это все как-то ужесточить? Я не думаю, что здесь надо ужесточать. Смотрителей, я считаю, у нас достаточно на сегодняшний день. То есть все открытые интерьеры, там есть выставки, экспозиции, там есть смотрители. А на открытом пространстве? На открытом пространстве мы охраняемся силами отдела неведомственной охраны, то есть полиции. Места для курения у нас определены, народ, в общем-то, придерживается вот этих мест. А вот эти все посиделки, пикники, которые накрывают на полянах и так далее? Ну, в этом плане мы устанавливаем дополнительные места отдыха, поэтому люди стараются именно вот здесь, на так называемых лавах, на столиках. Воспитываете, в общем, своего посиделителя. Да, ну вот сколько я не бываю на территории, в целом, я бы так сформулировал, процентов на 95, посетители у нас замечательные, цивилизованные, то есть сидят культурно, проблем не возникает. Мы очень плотно поработали с нашими дворниками, то есть в течение всего дня идет уборка территории, и тех безобразий, которые я наблюдал в 2010 году, летом, в общем-то, по захламленности территории, я больше не вижу, когда выезжаю, особенно по выходным, вот на территорию посмотреть. Ну, более-менее все. Следите. Конечно, следим. Конечно, да. Сергей Германович, в музее в Малых Карелах десятилетиями формировался свой ландшафт, свой образ, своя атмосфера, а как-то постепенно начали выводиться такие современные постройки. Вот вы как к этому относитесь? Ну, например, здание буфета. Затем была идея, может быть, не ваша, не спорю, чтобы по музею ездили квадроциклы. Вот вы как к этому относитесь? А с чего начать? Начнем с квадроциклов, да? Отрицательно отношусь, это не этнографично, скажем так. Это будет диссонировать с ландшафтом, с обстановкой деревни. Вы этого не допустите? Ну, пока директора нет, я не соглашусь на такие вещи. Вот, что касается задаваемого постоянно вопроса про наше кафе, ну, наверное, вы давно не были действительно на территории, приезжайте, посмотрите. Оно никаким образом не светится в связи с памятниками. Оно у нас расположено за лесом у Вашского перехода. И, в общем-то, никаким образом не портит архитектурно-ландшафтную экспозицию. Но ведь так было приятно, когда такой вот буфетик был в самой избе. Ну да, конечно, приятно, когда в памятнике... И обстановка такая. Когда в памятнике запах щей, там что-то готовят и так далее, и тому подобное. Нет, общественное питание из памятника выведено, и больше он туда не вернется. Понимаете, там должны быть более чистые вещи. Не плескать солянкой на пол случайно, да, там или чай проливать. Там интерьеры будут приспособлены под другие цели. Под свадебные обряды, под выставки. Вот, общественное питание выведено. И больше он туда не вернется. И вот это вот здание, помимо той нагрузки, которую нанесет общественное питание, оно в зимнее время еще приспособлено для обогрева посетителей. Вы представляете, когда вот конец 10-го года, были морозы, к нам приезжали детские группы, и негде было погреться. Ну тогда таких зданий мало. Одного для музея мало. Значит, одного мало. Сейчас мы подали в министерство заявку еще на одно здание, потом решим, где его поставить. Либо рядом с кафе, либо еще где-то. Хотелось бы, чтобы как-то оформить, какой-то стиль был. Будем оформлять. Сейчас вот это здание, так называемое кафе, мы пытаемся сдать в аренду. Процедура очень долгая, очень непростая. Документы лежат в министерстве на согласовании. Если все пройдет, процедура аукциона, здание будет сдано в аренду, пусть его оформляет арендатор. Если нет, значит, мы займемся самим. Вы знаете, я еще вот один насущный вопрос задам. Касаемо туалетов. Мне кажется, это тоже проблема для музея. Это большая проблема, согласен. Еще в 2007 году был построен так называемый теплый туалет на Каргопольско-Онежском секторе. В конце 2010 года мы закупили, поставили благоустроенный автономный туалет на Двинском секторе. В этом году мы приобрели 4 биокабинки. Значит, 2 установлены у входа и 2 установлены неподалеку от Дома Пухова, там, где был старый, такой ужасный деревянный туалет, мы снесли его. Опять же, подана заявка у нас в Минкульт сейчас на приобретение еще одного автономного туалета. Каргопольско-Онежский сектор, шестиместного. Это очень важно, особенно при проведении массовых мероприятий. Ну, не дадут денег, значит, тогда я буду просить согласия административного совета на употребление собственных заработанных денег на благоустройстве территории, потому что это проблема. То есть вы должны отчитываться по тем деньгам, которые вы зарабатываете, куда вы их тратите? Мы отчитываемся по каждой копейке. Все закупки из собственных, так называемых, заработанных средств у нас, свыше 100 тысяч, у нас определяются решением административного совета. Это коллегиальное решение. Посетительница пишет в книге отзывов на вашем сайте. Я зачитаю. Я посетила музей 1 июля. Погода была замечательная, но музей разочаровал. Возможно, я привыкла к зарубежным музеям под открытым небом, где посетителям рады. А все здесь по старинке, а на Малых Карелах. Суровые женщины в роли надсмотрщиц объектов. А можно было бы проявить фантазию, организовать фотографирование посетителей в костюмах на прокат на натуральном фоне. Например, в избе на лавке или на печи. Ткацкий станок можно было бы поставить, половики поткать. Да мало ли интересного можно придумать. Что вы ответите на это? Хороший такой был этот момент. Мы ее посмотрели. И с 1 июля вводим фотографирование в народных костюмах в интерьере. Скорее всего, это пойдет в доме Кириллова пока. А затем мы переместим это все дело с зимы в дом Пухова, который сейчас интерьер работает. То есть у вас будет новая услуга? У нас есть такая услуга. Да, мы уже даже в прескурант ее вставили. Ну, вот видите, как хорошо, что вы реагируете. Что касается суровых женщин, то, скорее всего, это были смотрители памятников, которые пустые, но открытые для проветривания. То есть туда доступ запрещен. Что еще? Ну, вот что касается ткацкого станка, мысль это еще в прошлом году была. В этом году на выставке «Долюшка женская» мы вводим такой интерактив. То есть будет работать ткацкий станок. Можно присесть и поработать. Понемногу мы все эти вещи, конечно, будем вводить. Западные музеи. Ну, я был в Чехии и Словакии, смотрел там немножко другой подход, понимаете, к использованию памятников. У нас более жесткое в этом отношении законодательство. Надо смотреть, как совместить и вот этот интерактив, так называемые живые деятельностные экспозиции, и вопрос сохранности объектов культурного наследия. Чувствуете поддержку власти, государства, местной власти? Ну, в принципе, да. То есть у нас полный контакт со всеми. Ваш слышат? Когда обращаемся, слышат. Статус музейного работника, на ваш взгляд, он сейчас на каком уровне? На должном? Что значит на должном? Я имею в виду и зарплаты, и уважение, и коллег, и общественности. Вот, наверное, в очередь ведь не стоят? Или стоят? А вы знаете, что вообще проблема найти толкового сотрудника на сегодняшний день, который бы... Школа порушена, понимаете? Вот то, что было при советской власти, то, что, когда кадры выращивались, и человек становился музейщиком буквально студенческой скамьи. Это определенный ведь еще склад, да, характера? Это определенный склад характера. Что касается зарплат, то тут мы, скажем так, с прошлого года у нас рост средней заработной платы составил где-то порядка 35%. То есть сегодня мы вышли по итогам мая на уровень 26 с небольшим тысяч. Но это уже с какими-то заслугами должен быть специалист. Это средняя температура по больнице, что называется, понимаете? В общем-то, я неплохо, наверное. Но по области этот показатель по учреждениям культуры 12 с небольшим тысяч. Да. Мы восхищаемся древностью, но живем современностью, изрек древнеримский поэт Авидий. Современный музей, мы с вами уже коснулись этого вопроса, он должен зарабатывать сам и каким образом. Ну вот, наверное, уже вы немножко открыли эту завесу. А какие тогда у вас планы? Кстати, вы ответьте, должен все-таки зарабатывать музей? Ну, музей должен зарабатывать, естественно, 100%. Потребности он не покроет. Но есть определенный набор услуг, традиционных услуг. То есть это входная плата, это экскурсионное обслуживание, на которых мы зарабатываем. Вводим вот новые элементы, то, что я сказал, сейчас введем фотографирование в народных костюмах. Мы продаем свои издания, они, правда, плохо идут. Мы сейчас сделаем на сайте, наверное, все-таки интернет-магазин. То есть эти издания востребованы среди специалистов, которые не каждый имеет возможность сюда попасть. Будем отправлять по почте наложенную платежу. Мы сегодня имеем где-то примерно от 15 до 20% собственных доходов вообще в объеме финансирования музея. Вас же не заставляют, говорят, зарабатываете ребята сами? Нет, эта задача стоит. Эта задача стоит. И вот в этой связи я должен сказать, что мы сейчас подписали соглашение с Архангельским клиническим музеем о развитии туризма на базе музейных объектов области. И вот в связи с этим форумом, где мы этот продукт попытаемся представить, мы предлагаем маршрут от Лявли до Новодвинской крепости с заездом в Архангельск. Это все музейные объекты. Там несколько вариантов. Мы попытаемся, ну, не вернуть, конечно, тоже не получится. Как бы попытаемся чуть-чуть восстановить ситуацию, которая была в конце советской власти, когда к нам приезжало много иногородних туристов. Иногородний турист сегодня составляет какие-то считанные проценты в потоке посетителей. Попытаемся привлечь. Это будет и области интересно, и нам, музеям, интересно. А вот еще выдержка из гостевой книги. Трижды был в музее и по подобию крестьянской рубленной избы и кругляка построил себе дом в Калининградской области в поселке Интарный, но немного в современном стиле. Вот такие так вдохновили приезжего творения северных дочек. Мне кажется, в этом, наверное, и смысл вообще работы музейщика, да? Здесь все заложено. Здесь, да, смысл есть, потому что только в этом году уже дважды к нам обращались. Один товарищ из-под Питера решил построить себе избу. Мы ему отправили чертежи дома. Пухово пусть строит. И было еще одно обращение, скажем так, небедных людей, которые хотят сделать копию Никольской церкви, которая стоит у Лявли, которая является самым древним у нас победником. Видите, такая связь, ниточка. Мы открыты в этом отношении. Мы предоставляем все необходимые материалы. Это действительно вот то, что у нас в слогане написано. Новые ценности, зерень, традиции. То есть люди берут и восстанавливают. Хорошо. В завершение программы три коротких вопроса. Позвольте. С какими людьми вам легко работается? С работающими, адекватными. В принятии решений вы полагаетесь на интуицию или на холодный рассудок? Сложно сказать. Здесь и то, и другое часто присутствует. Следующий год у вас юбилейный. Какой подарок будет для музея самым ценным? Я думаю, самым ценным подарком будет стабильная работа коллектива. Спасибо вам, Сергей Германович, что пришли в студию. Не за счет. Гостем нашей программы был директор музея Малой Карелы Сергей Рубцов. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем, писал литературный критик Виссарион Белинский в XIX веке. И нельзя, чтобы эта нить прервалась. Вот такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова